Я футбольный тренер и дам вам совет вот на это видео. 5 незаменимых советов вингеру и фланговому полузащитнику. Советы, которые помогут вам быстрее прогрессировать. Поехали! Самое главное правило при обыгрыше один в один. Ловить соперника на шаге. Как только он встанет на опорную ногу. Правило номер 2. Поглощайте пространство вместе с мячом, если видите, что есть. Возможность, а также первым касанием удобно, работайте сразу. Совет номер 3. Как только вы выиграли пол шага в штрафной площадке, делайте передачу в штрафную. На ближнюю, дальнюю или под себя. Совет номер 4. При приеме мяча иногда перебегайте дорогу своему оппоненту. Вас может остановить только в пол. Ну и последнее правило. Будьте непредсказуемы. Чередуйте уход в середину и обыгрыш во фланг. Для начала давайте разбираться, кто такой вингер. Это фланговый игрок, полузащитник, либо фланговый нападающий. Называйте, как хотите. И, конечно же, хочется отметить, кто должен на этой позиции играть. Во-первых, это должен быть очень быстрый футболист. Быстрее молнии, которые летят желательно, всех обогоняет, как Формула-1. Обязательно. Потому что других сейчас на фланге не ставят. Медленных, умных там не нужны, в принципе. Там нужен футболист очень быстрый. Технически оснащен короткой и длинной передачей. И, если надо, даже вырезающей передачей. Которая умеет владеть как шведой, внешней стороной подъема, так и внутренней. И, в общем, сделать нацеленную передачу на нападающего. Далее. Этот футболист должен помимо быть с передачами и быстрым, еще быть технически оснащен. То есть, он не должен бояться играть один в один. Обыгрывать. Это вообще самое главное. И даже если нужно, лезть в несколько футболистов и обыгрывать как фишки. Желательно все делать на скорости. Техническим должен быть. И, еще раз повторюсь, быстрым и оснащен длинной короткой передачей. А вы на какой позиции играете? Пишите в комментарии. Обсудим.